Спасибо. Мы совершили первое деление концерта песни Булата Акуджавы и, собственно, начали вот тоже песню Булата Акуджавы. Программа «За столом семи морей», название её — это тоже цитата из песни Булата Шаулича. Это замысел. Действительно, такой определённый. И хотя программа родилась, когда мы отмечали год 90-летия со дня рождения Булата Шаулича, отмечали его юбилей, тем не менее она как-то переросла этот год и стала нашей постоянной спутницей. Чем дольше она живёт вместе с нами, тем больше я убеждаюсь в том, что это был правильный выбор и правильное решение. Не только потому, что сами эти песни достойны того, чтобы их исполняли, исполняли на сценах, они любимы всеми нами, и важно, чтобы они звучали не только в записях, но и в живом исполнении, в каждодневном, по возможности, на тех или иных площадках нашего огромного Отечества. Но в этих песнях есть один очень серьёзный, очень важный секрет. Как во многих, кстати, больших, значительных, великих, и в особенности во всех гениальных лирических произведениях, в них в очень такой камерной форме, очень спокойной, очень нежной, доступной каждому человеку, заключено очень глубокое содержание, мощное содержание, обладающее колоссальными силами. Вот самые последние дни, последние недели, всё больше и больше бьют не по нервам, а уже буквально прямо в самое сердце. Мир живёт снова очень тревожно. Иногда такое ощущение, что мир стремится к умиранию в каком-то таком странном порыве, вроде бы ничем не оправданном, не так уж много было у нас возможностей для того, чтобы забыть основные какие-то жизненные, даже не ценности, я в последнее время боюсь этого слова, избегая его, но простые жизненные правила. Мы особо не пировали, не шиковали, в последнее время я говорю, конечно, о нашем Отечестве. Жили, как получается, жили, слава Богу, не страшно, вот, но и ничего такого не было, чтобы забыть о том, что мир, место непростое и тревожное. Но события последних недель, последних даже не лет, а уже недель, они опять погружают в какие-то горестные размышления. Неужели нужно снова напоминать страшными какими-то событиями, что ничего нет на этой земле дороже, чем обычный простой человек, чем его жизнь, чем его чаяние, чем его стремление, чем его любовь? Это самое главное. Об этом, собственно говоря, написана вся литература, так или иначе, исключаю, конечно, сейчас сразу специальные литературы, и публицистические всякие писания, даже, может быть, очень хорошие, но я говорю о той литературе, которую мы с вами любим, о которой мы уделяем наше время постоянно в быту, о которой мы помним, на которой мы учимся и с которой мы живем всю нашу жизнь. В особенности это касается поэзии, стихов, простых стихов, которые мы можем прочесть у себя на кухне, песен, таких, как у Глата Куджава, которые мы можем спеть в кругу друзей и даже просто сидя сами с собой в любой комнате напеваем. А ведь там все про это, про то, что нет ничего дороже любви, нет ничего дороже другого человека, нет ничего дороже человека, за него ничего в этом мире дать нельзя. Иногда простые лирические песни становятся очень мощным оружием. И когда об этом размышляешь, то понимаешь, почему все лирические простые песни, в каком бы краю земли они не были написаны, почему они все так похожи. Почему, если перевести текст испанской, греческой, французской, итальянской песни на русский язык, это будет так просто и так знакомо, как будто это было написано совсем недавно, там 50, 70, 60, 100 лет назад, но то, что мы поем и сейчас до сих пор, все люди пишут про одно и то же, потому что всем людям близко и дорого одно и то же. Мы часто об этом забываем, часто внешние обстоятельства очень помогают нам это забыть. Но есть ли открыт томик хороших стихов? Есть ли исполнить, спеть простую хорошую лирическую песню? Очень легко вспомнить о том, что в этом мире самое дорогое. Давайте стараться об этом вспоминать. Простите меня такую длинную проповедь. Я не могу остаться равнодушным к тому, что происходит вокруг нас. И поверьте, небольшая для меня радость выносить такие рассуждения на сцену, но почему-то нельзя, кажется, нельзя молчать. Хотя кажется, что, в общем-то, песни сами за себя скажут. И это мы и продолжим во втором отделении концерта. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ